Всем, кто ложится спать спокойного сна, как завещал нам Виктор Цой. И сегодня я хотел бы разобрать нарушения сна, которые встречаются после силовых тренировок. То есть человек начинает тренироваться, и казалось бы, все хорошо, наоборот, должна накапливаться усталость. Но происходит все парадоксально обратным образом. Человек приходит с тренировки, не может уснуть, даже если тренировка проходит в утреннее время. Все это выражается в разных, в самых разных видах и формах. Кто-то просто не может уснуть, кто-то засыпает, потом через 2 часа просыпается и не может уснуть. Кто-то просыпается каждые несколько часов, да, и отход к усну сопровождается очень долго. Кто-то вообще просто в полудреме проводит всю ночь. Мне очень много вопросов по этому поводу задают, и как оказалось, это очень распространенная проблема, с которой лично я столкнулся уже очень давно. Вот, и борюсь с ней, ну, к счастью, успешно борюсь уже несколько лет. И в последний год все это усугубилось. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с возрастом нервная система как-то по-другому начинает на все эти вещи реагировать. Знаете, как говорят пожилые люди, они меньше спят, да, там нарушения сна у них чаще встречаются, чем у молодых людей. Вот я и много исследований читал по этому поводу. Вот у стариков в целом проблемы со сном встречаются чаще. И, видимо, с возрастом какие-то проблемы все-таки возникают с нервной системой. Если там, ну, условно, в 30 лет я тренировался, ну, гораздо более интенсивно, чем сейчас, и засыпал лучше, да, хотя тоже периодически какие-то проблемы были, то в 36 лет, вот, все немножко сложнее стало. Вот, и засыпать после каких-то тяжелых тренировок. Даже не то, что тяжелых, вот немножко переборщил, да, где-то с тренингом, и уже уснуть становится тяжело. Ну, ладно, сейчас обо всем расскажу, как я эту проблему решил, о своем, о своих походах к врачам, да, которые много и хорошего, и не совсем полезного, конечно, рассказывают, но об этом давайте по порядку. И начнем, пожалуй, с механизмов, да, нарушения сна. Есть разные версии на этот счет, точно так же, как у вздрагивания, знаете, вот вздрагивание, пытался изучать эту тему, почему человек вздрагивает, да, когда отходит ко сну, при этом, если ваша нервная система перенапряжена, то вы вздрагивание чувствуете очень хорошо, вот, и, ну, как бы, казалось бы, это ненормально, да, такого не должно быть, тем не менее, пока не доказано обратного, это считается нормальным. То есть, все люди вздрагивают и так далее. И вот если у человека все с нервами хорошо, с нервной системой, он этих вздрагиваний может даже не замечать, вот, когда отходит ко сну, если с нервной системой не все в порядке, да, то вы можете чувствовать эти вздрагивания, и эти вздрагивания будут вас выбрасывать, да, из сна, да, и мешать вам уснуть. И в целом много теорий есть, почему после тренировки человек плохо спит. Кто-то говорит, что на это влияют гормоны, которые вырабатываются в большом количестве на тренировке, особенно, ну, что касается силовых тренировок, то есть, если вы, предположим, картошку копаете весь день, то у вас нет одномоментного вот такого перенапряжения, которое способствует гипертрофии мышц, поэтому, если вы копаете картошку, у вас бицепс не вырастет. А вот если вы выполняете упражнение какое-нибудь до отказа, да, на бицепс, там, подтягивания обратных хватов, то у вас бицепс вырастает, это сопровождается как физиологическими дофакторами, в том плане, что мы задействуем максимум активной клеточной массы, так и факторами, ну, можно сказать, эндокринными, да, то есть, идет очень большой выброс самых разных гормонов, как гормонов анаболических, да, типа гормона роста и тестостерона, так и гормонов стрессовых, скажем так, да, тот же кортизол. Кортизол, адреналин, норадреналин – это одно из мнений, да, что вот именно гормоны влияют каким-то образом на нарушение режима сна-бодрствования, влияют на нервную систему и так далее, вот типа потом человек не может спать. Есть мнение, что просто нервная система перенапрягается и, в принципе, человек не может спать. На самом деле это большого значения не имеет, да, там есть еще разные теории, около теории, там что-то вместе как-то, где-то что-то пересекается, на самом деле значения не имеет. То есть, если вы тренируетесь, да, выполняете силовое поражение до отказа, либо до условного отказа, в любом случае у вас всегда будет это сопровождаться выработкой определенных гормонов и определенной степенью напряжения. То есть, вы с этим ничего не сделаете и никак это изменить не сможете. Да, эту проблему нужно решить, в целом воздействуя на нервную систему, что бы там на нее ни влияло, или просто перенапряжение, или гормоны, которые выбрасываются и так далее. В целом это, конечно, однозначно происходит из-за перенапряжения нервной системы. И есть люди с чувствительной нервной системой, которые более эмоциональные, больше реагируют на все-таки стрессы там и так далее. Такие люди, они, конечно, в первую очередь получают удар, да, и не могут уснуть не только из-за тренировок, но и из-за каких-то там бытовых, может быть, вещей. Вот, но когда человек начинает тренироваться, именно силовуху, да, да, отказа включать свою программу жизненную, да, то встречается с такими проблемами. И первая вещь, которую я бы порекомендовал сделать обязательно, это отказаться от всех возбудителей нервной системы. Вот все, что ее может подоражить в первую очередь, это кофеин. Чай и кофе я из своей жизни убрал вообще. Ребят, много других хороших напитков. Просто молоко можно попить, да, там, если вы, допустим, ну, на завтрак, да, с чем-то его употребляете. Если там, допустим, с бутербродом, там, пили раньше кофе, можно попробовать молоко, можно туда добавлять. Есть кофе без кофеина, насколько я знаю. В чае, кстати, тоже содержится кофеин, ну, по крайней мере, в черном, да, в зеленом нет, а в черном содержится, поэтому я чай тоже убрал. Есть какао, да, есть различные другие напитки, но все напитки, которые содержат в себе кофеин, гуарану и какие-то другие возбудители, да, которые могут влиять на нервную систему, я бы посоветовал убрать, ну, максимум в первой половине дня, да, утром попили, там, как бы и все забыли. То есть я раньше кофе пил в обед и после обеда, и вечером я пил кофе. Ну, в какое-то время это было все нормально, да, а в какой-то период, как бы, когда уже появились эти проблемы, конечно, от всех этих возбудителей пришлось отказаться, потому что, ну, глупо пытаться успокоить нервную систему и параллельно будораживая ее вот этими всеми веществами. Поэтому первое, да, убираем все возбудители. Второе, отказ от тренировок полный на неделю-две. Ну, у всех по-разному, но в целом где-то хотя бы недельку-десять дней нужно полностью отдохнуть, чтобы нервная система восстановилась. Да, потому что люди часто пытаются параллельно с тренировками все эти вопросы решить. Вот, это не работает. Ну, в принципе, такие вещи довольно банальные, вот, но еще раз просто об этом говорю, да, что если у вас есть проблемы со сном, связанными с тренировками, то отдохнуть нужно от тренировок обязательно. И как только мы уходим отдыхать, начинаем прием чудодейственных всяких штучек. Я сразу скажу, что все препараты, о которых я расскажу в этом ролике, это лично мое мнение. Посоветуйтесь своим лечащим врачом, как там это говорят в фильмах в американских, да, прочтите инструкцию, там и все остальное прочее. Я расскажу о своем опыте, да, и выскажу свое мнение насчет многих препаратов, в том числе тех препаратов, которые рекомендуют врачи. Зачастую рекомендуют не совсем верно, да, пытаются лечить ногу, когда болит голова там и так далее. Вот, вообще как бы эта тема, ну ладно, врачебную тему чуть позже коснемся. В целом, бодибилдинг и фитнес не так давно в таком объеме вышел в нашу жизнь, да. И с такими проблемами, на самом деле, люди стали появляться только сейчас. Врачи у нас привыкли лечить, когда отсутствует сон, больше это с психологической точки зрения, что не всегда помогает. Поэтому, ладно, об этом потом. Итак, первая таблеточка, которую рекомендую принимать, это магний. Все свои добавки я заказываю, как вы знаете, на iHerb. Но в этом случае на iHerb я не нашел ничего такого, знаете, ну в соотношении цены-качества, да, еще и с витамином B6, чтобы это было в комплексе. Короче, я посмотрел, проще магний B6 купить в аптеке, да. Если что-то выгодно заказывать на iHerb, я об этом говорю. И говорю, что это дешевле и лучше. Но в случае с магнием, любой магний. Я пробовал несколько разных видов магния. Вот от этого у меня, к сожалению, упаковка не сохранилась. Там такая упаковка, по-моему, это отечественный производитель. С оранжевыми и синенькими такими треугольничками. Также я брал вот такой вот магний. Это французский магний B6. Ну, в принципе, все магнии B6, которые я пробовал в аптеке, они все работают, за исключением, кстати, блин, упаковочку не взял. Магнелис. Пробовал я магнелис, мне показалось, что он работает хуже. То есть вздрагивания, которые магний очень хорошо уменьшает, которые чувствуются, особенно когда нервишки у вас напряжены, они вернулись частично. То есть мне показалось, может быть, какое-то стечение обстоятельств, может быть, еще что-то на это повлияло. Но я пытался уйти на магний B6, на магнелис, потому что он просто дешевле. И в тот момент в аптеке был только он. Я его купил. Мне показалось, что он работает хуже. Поэтому я снова перешел на обычный магний B6. В принципе, в любой аптеке он продается без рецепта. Я принимаю его по 2 таблетки 3 раза в день. Да, ну давайте о том, как принимать и сколько принимать чуть попозже. Давайте сначала про препараты. Магний – основная штучка, первая штучка, которую бы я рекомендовал. Хорошо работает, реально нужно. Следующая – персен. Есть разные штуки успокаивающие. Есть вот такие вот травки. Опять же, я брал на iHerb успокаивающий на основе трав. Пробовал там парочку препаратов. Не знаю, мне персен понравился больше. Если вы посмотрите мои ролики, там, 5-летней давности, как только открыл свой канал, да, там, про бессонницу я рассказывал. Тогда таких проблем не было. Тогда все было более в такой, знаете, мягкой форме. Ну, вот, ну, там я тоже рекомендовал персен. Единственная его проблема в том, что он дорогой. Он реально дорогой, просто удобный. Вот эти вот травки, да, обычные, то есть, они стоят в десятки раз, наверное, дешевле, там, что-то там вообще копейки какие-то. Они работают так же, просто, ну, мне немножко не нравится то, что вот эту травку нужно заварить, потом подождать, пока она заварится, потом еще самое главное не забыть выпить, да. Ну, вот, в целом там пакетики, много пакетиков стоит что-то рублей сто, ну, я не помню. Вот такая вот упаковка, вот. Ну, их много разных, называется успокоительный натуральный травяной сбор. Их много разных вариантов, там, травы в разных пропорциях. В принципе, все, которые я пробовал, они все хорошо работают. В любую аптеку зайдете, в принципе, везде они есть. Вот, персен просто для меня удобней. Вот, я его беру. Это сразу скажу, что ни один производитель, ни об одном препарате, который рассказывается об этом ролике, он не знает никаких реклам, ничего проплаченного там нет и так далее. Вот, поэтому смотрите сами, что вы хотите, что вам будет удобней. Самый дешевый и оптимальный вариант вот такой вот, да, травки. Вот, персен, он просто удобней. Таблетки вытащил и выпил, поэтому я принимаю его, но не принципиально, повторюсь. Вот это или вот это. Следующий, следующий, следующий. Габа. Так, ну давайте вот тут уберем, травку оставим. Вот у нас есть магний, есть травки и есть габа. Есть габа, смотрите, есть фенибут. Есть ряд врачей, теоретиков, да, которые никогда на практике с габой не сталкивались. Вот, многие из них, вообще 9 из 10 врачей вам скажут, что вот фенибут это отечественная разработка, она имеет там специальное кольцо, чтобы преодолевать барьер там и так далее. Вот она работает хорошо, да, а вот габа это типа, ну какой-то аналог там, типа бат обычный, безрецептурный, она типа не работает. На самом деле это полная глупость. На практике, что габа, что фенибут они работают одинаково, но фенибут это реально рецептурный препарат, который вам далеко не всегда продадут. К тому же, если пересчитывать на деньги, да, сухое вещество габа получается лучше. Поэтому, если я магний рекомендую взять в аптеке, то, что касается гамма-аминомасляной кислоты, я рекомендую брать ее вот в таких вот банках, да, порошковую. Я беру ее на iHerb, ссылку на ту габу, которую беру я, я оставлю в описании к ролику. Вот, фенибут, повторюсь, рецептурный препарат, на мой взгляд, работает точно так же. Почему он рецептурный, его там, насколько я знаю, наркоманы с чем-то смешивают, да, и что-то там, короче, используют. Вот, поэтому мне всегда вам его продадут, мне там с горем пополам продали. Вот, я попробовал, и в принципе, как бы, ну, какой-то разницы особой. С той же габой я не ощутил, поэтому габа. Итого у нас получается магний, габа, успокоительные травки. И фоном еще можно периодически принять комплекс витаминов В6. Учитывая то, что я принимаю их постоянно, плюс еще принимаю комплексные витамины курсами. То есть, смотрите, есть витамины синтетические, есть органические, натуральные. То есть, раскрыт каждый препарат, да, из чего там сделан какой витамин. То есть, это полностью органика натуральная. То есть, если вы, предположим, принимаете какие-то комплексные витамины, там, один-два раза в год курс, да, там, или даже три раза в год, там, по полтора месяца, вы принимаете курс. И, в принципе, можно брать обычные витамины. Те витамины, которые, в частности, вот, витамины В, которые влияют на нервную систему, которые вы пьете чаще, чем другие витамины. Наверное, уже будет, если комплексные витамины, вот, я принимаю синтетические, если еще периодически я буду синтетические витамины, там, В и С, ну, я бы не стал в таком объеме, в большом, употреблять синтетические витамины. Поэтому, вот, витамины комплексные я беру Адам, да, который, ну, я везде рассказывал про них. Витамин В я беру органический. Ссылку на него тоже оставлю. Он полностью натуральный, да, кстати, тем, кто боится там синтетики. Поэтому, вот, если вы комплексные витамины вообще не принимаете, хотите там просто пропить курс витамина В, вы тоже можете взять синтетический, обычный витамин В, ничего страшного в этом нет. Вот, но я беру именно В, вот такой В и С, я его такой беру. Вот, ссылку на него тоже оставлю на этот витамин. Дальше. Ну, в принципе, вот это, ну, вот это фактически он такой фоновспомогательный, да, витамин В. Вот, я его беру, чтобы не складывалось впечатление, что нужно слишком много всего вот этого пить. То есть, основные, основные тут габа, магний и травки. Смотрите, по поводу того, как это пить, давайте с магния начнем. Считается, что магний нужно пить курсами, типа, ну, его нельзя пить постоянно, да, иначе возникнут какие-то проблемы. Какие проблемы именно, я сказать не могу, я так и не нашел информацию. Вот, но я убрал его через пару месяцев приема, проблемы частично вернулись, поэтому я снова его добавил. Я сейчас употребляю его немного более трех месяцев, не так уж долго. В скором времени я планирую просто сдать анализы и посмотреть, да, если у меня магния в крови будет уровень нормальный, да, то я продолжу принимать его в таком же объеме. Если будет выше нормы, я сокращу дозировку, посмотрю на результат, смотрю, схожу еще раз, дам анализы, посмотрю, сколько у меня его при сокращенной дозировке. Если в норме, я продолжу пить так, если проблем не будет. Вот, если уберу его, если он у меня будет выше нормы, я его уберу и проблемы вернутся, я его, скорее всего, продолжу пить. Потому что мне вот этот препарат, когда он в моем ежедневном рационе, он мне нравится. Да, по две таблетки я пью три раза в день. Напомню, это по инструкции. 6-8 таблеток, то есть я даже пью не максимум, да, максимум получается 8, вот я пью 6. То есть, ну, минимальная доза, которая указана в инструкции. Три раза в день. Габу я пью с травками, неважно в каком виде, в виде порошка или таблеток, я пью два раза в день. Один раз между, ну, после тренировки, да, у меня тренируюсь в обеденное время, примерно, там, в час заканчиваю тренировку. Вот, сразу после тренировки и перед ужином я пью габу и успокоительный, то есть два раза. Ну, кому-то можно еще и перед сном. Если у вас тренировка вечером, то можете выпить, допустим, там, часиков в 5, например, там, или в 3 часа, например, дня габу с успокоительным. И потом, после тренировки, да, допустим, у нас тренировка, там, в 9 заканчивается, выпили после тренировки габу с успокоительным. Но если проблемы прям сильно серьезные, да, то можно еще и перед сном, да, какую-то травку заварить. Ну, лучше тоже, конечно, не жестить, начинать вообще, как бы можно, я думаю, с одной порции. После тренировки просто габу и травки приняли, да, ну, магний 3 раза в день, понятно. Я перед едой, хотя есть рекомендации, что нужно отдельно от еды. Я магний перед едой, у меня все нормально работает, все хорошо усваивается. Вот, можете начать с габы просто сразу после тренировки с вот этими вот, с травками, да, вот, а потом в шейкер можно замешивать нормально. Ну, вот, потом, если будет мало, да, можете 2 раза в день, вот, как я перешел. У меня было вообще 3 раза в день, я убрал, я всегда стараюсь как можно меньше, да, пить. У меня было 3 раза в день, я сделал 2, эффект такой же, сделал 1, слабовато, вот, остановился на 2. Персена, кстати, я пью 3 таблетки за раз, ну, этого завариваю 1 пакетик за раз, ну, или максимум 20, там, прям, переборщил, может быть, на тренировке. То есть, в принципе, вот, габа, травки, магний, спасители, блин, реально, ребят, работают. Очень хорошие вещи, очень хорошо помогают спать. Теперь давайте о том, что рекомендуют врачи. У врача я был, вот, врачи, повторюсь, они немножко пока еще, ну, по крайней мере, не все, не врубаются, да, как это лечить, что это вообще такое, они пытаются. То есть, мне врач, чтобы вы понимали, прописал массаж шейно-воротниковой зоны, поход к психиатру, к психологу, прошу прощения. Как это называется-то? Короче, шапочка, надеваешь электроэнцефалограмму, по-моему, мозга, вот, ну, насколько мозг работает. Прогулки, короче, и всякую такую фигню. Прописал магний, по три таблетки в день всего, три раза в день по одной, почему, непонятно, потому что в инструкции указано, написано черным по белому, 6-8, он мне прописал почему-то 3. И назначил такой препарат Аторакс. Да, сейчас о нем более подробно расскажу. Ну, даже это больше, знаете, не призыв к действию, а чтобы просто вас, может быть, предупредить о некоторых вещах, с которыми вы можете столкнуться, если тоже обратитесь к врачу. Вообще, если у вас есть проблемы со сном, обратитесь к врачу. Вот, возможно, вы попадете к грамотному врачу, ему подскажут какие-то интересные вещи. Вот, ну, и все-таки, может быть, он найдет в описании ваших симптомов какие-то вещи, которые, ну, лечить нужно совсем по-другому. Да, меня он направил к психотерапевту, опять чуть не сказал, к психиатру. Психиатр – это доктор, это врач, да, который лечит психически конкретно, ну, там, шизофрения, там, да, что-то в этом роде. Психотерапевт – это больше доктор, на меня в детстве накричал дядя, и я больше не могу разговаривать, там, с мужчинами, ну, что-то в этом роде, вот, вот этот психиатр, ой, психотерапевт. Хотя, может, психиатр тоже может этим заниматься, но неважно. С одной стороны, врач прав, да, тем, что направил меня к психотерапевту, ну, вот, потому что, ну, мало ли что у меня, может быть, у меня есть какие-то проблемы скрытые, да, которых я не знаю. И именно они не позволяют мне спать, то есть, ну, я-то знаю, что этих проблем нет, у меня, в принципе, все нормально, да, в жизни все хорошо, вот, и если я не тренируюсь, да, как бы парадоксально это не звучало, я сплю отлично, у меня вообще никаких проблем нет. У меня проблемы начинаются только тогда, когда я начинаю тренироваться, да, если я прекращаю тренировки, то проблемы исчезают сами собой. По поводу сна, мне вообще ничего пить не надо, да, то есть, я буду, еще, кстати, есть, забыл сказать про мелатонин. Мелатонин помогает отходить ко сну, но мелатонин, это, знаете, больше здесь и сейчас, вообще, у него одно из показаний смены часовых поясов. То есть, вы прилетели в другую страну, вам нужно лечь в 10, а по-вашему это 4, и вы выпиваете, засыпаете здесь сейчас. Если нервная система перенапряжена, вы мелатонином свое засыпание не ускорите, то есть, вас все равно будет выбрасывать. Нужно работать именно с нервной системой, то есть, здесь мелатонин не поможет, его хоть упаковку выпейте, вы уснуть не сможете. Поэтому, возможно, в комплексе, да, можно принимать вот со всеми этими вещами мелатонин, вот, но в первую очередь нужно, конечно, работать с нервной системой, вот, ну, лечить и успокаивать такими вещами. Вот, в общем, ну, понятно, врач писал там прогулки, там массажи и все остальное прочее, там, настойки лопуха, там, это все. Понятно, оно должно работать и прогулки, и массажи. Ну, вот, магний B6, конечно, он прописал, я считаю, неправильно, тем более, я ему говорил о том, что магний, ну, уже принимаю, да, когда я пришел к нему, уже принимал по 2-3 раза в день. То есть, он решил почему-то сократить дозировку. Вопреки инструкции, я считаю, что это было сделано неверно. И назначил мне препарат, вот этот Аторакс. Аторакс, это, насколько я помню, это транквилизатор. Я изучал, читал много об этом препарате. Вот, ну, по-моему, это транквилизатор. Вот, ну, такой, с слабеньким таким действием. Он, ну, расслабляет, помогает расслабить нервную систему. Ну, но у него, его преимущество заключается в том, что он не вызывает привыкания, у него вообще нет синдрома отмены. Насколько я понял, насколько я понял, вот эта штука, она ничего не лечит. Аторакс. То есть, вы приходите к доктору, говорите, доктор, я не могу спать, у меня проблемы. Доктор выписывает ему вот эту вот хрень, отправляет вас к психотерапевту. Психотерапевт, вы пока, у вас обострение, вы его пьете и вас вырубает, все нормально, вы спите. Вот, особенно после первого приема. Первую таблетку принимаешь, вообще-то, ну, сразу, блин, спать, короче. Потом такого нет, но все равно сонливости есть, чуть позже о ней расскажу. Ну, вот, помогает уснуть, там расслабляет, все остальное прочее. В общем, вы пока такой весь на стрессе, эта штука вас успокаивает. Допустим, там вам прописывает на месяц или два курс. В этот период вы ходите к психотерапевту, он работает с вашим мозгом, вот, решает все ваши проблемы. Потом вы его убираете и, учитывая, что у него нет синдрома отмены, с решенными всеми проблемами в голове, вы начинаете спокойно спать. То есть, это, насколько я понял, такая штука, которая прописывается вот именно в период обострений. То есть, первопричину она не лечит. Поэтому, вот, с этой штукой нужно быть осторожен. Единственный момент, да, возможно, вы тоже пойдете к врачу, информация, которую я дам, возможно, будет вам полезной. Мне прописали от АРАКС, вот, если МАГНИ мне прописали не по инструкции меньше дозировку в два раза, то от АРАКС мне прописали по инструкции минимальную дозировку, сколько получается, 50 миллиграммов. Тут от 50 миллиграммов минимальная дозировка, это две таблеточки. Это маленькие таблеточки продолговатые, не буду доставать их. Вот, маленькие продолговатые таблеточки, две таблетки в сутки. Одна таблетка, половинка таблетки утром, половинка вечером, одна перед сном На самом деле изучив инструкцию и все что о нем пишут, в том числе другие врачи Я пришел к выводу, ну и как написано, что при проблемах с бессонницей В первую очередь если у вас не панические атаки То есть он назначается при всем подряд, даже при каких-то аллергиях, насколько я помню Если он назначается конкретно от бессонницы, то можно его принимать вечером Исключительно вечером, то есть перед сном Мне врач его назначил и утром, и днем, и вечером, что вызвало жуткий дискомфорт Для меня вообще непонятно зачем То есть скорее всего доктор думал, что у меня все-таки Вот то, что я там на тренировке гоню, это какая-то фигня Вот, блин, на самом деле у меня что-то там в голове Он ему и лишил нервную систему успокаивать с утра до вечера Не нужно было так делать, это первое Нужно было все перенести на вечер Второе, то, что в дозировке написано от 50 миллиграммов Это на самом деле очень большая доза Просто конская доза Для меня она оказалась просто какой-то невероятно огромной Это две таблетки Я самостоятельно, то есть я был сонливый Утром просыпался сонливый, тут же проглатывал Еще пол таблетки был снова сонливый Прошла неделя, нифига я, короче, не проходила Вот, в инструкции написано, что должно пройти через какое-то время У меня, короче, несколько дней У меня не проходило Поэтому я самостоятельно начал сокращать дозировку В итоге я сократил дозировку с минимума с двух таблеток до половинки одной таблетки и только перед сном И в принципе это все работало Но после того, как я понял, что он в принципе ничего не лечит То есть он выписывается на период обострения Я его убрал, да Закрепившись там на магнии, вот на всех этих травках Отдохнувший от тренировок там и так далее Вот, ну кстати, я к врачу переходил в период обострения Когда есть обострение по нервной системе И очень тяжело лечить То есть это идет накопительный эффект, да То есть вы не поспали, утром проснулись, нервная система не восстановилась Вы снова не можете уснуть У вас еще мандраж, что это, вы переживаете, что не уснете Накапливается вот это очень сложно И именно в период обострения мне этот препарат, конечно, очень хорошо помог Вот, и я из этого, ну вот этой обостренной формы, короче, я вышел Вот, но потом я его убрал Остался вот на габе с травками, да, и магния И вот эту вот штуку я оставил в своей аптечке от Аракс Как такое, знаете, секретное оружие на крайний случай Вот если у меня, я уже знаю примерно в каком объеме мне нужно тренироваться Сколько отказных подходов мне нужно делать Я уже стараюсь не перебарщивать Я примерно знаю уже не свою нервную систему Но если я где-то перебарщил, где-то перетренировался Я просто половинку таблетки этого от Аракса, да, выпиваю Вот если я чувствую, что не могу уснуть Я выпиваю, вот, и, в принципе, засыпаю Одну таблетку максимум перед сном Вот если я там прям, ну, потренировался, сильно еще понервничал Да, там что-то еще там случилось, я не знаю Вот, короче, половинку таблетки-одну таблетку Я пытался найти информацию, можно ли вот так вот разово принимать от Аракс Естественно, нигде я ее не нашел Вот, никто не рекомендует, нужно только курсами Но я всегда сопоставляю за и против Я считаю, что побочка даже, которая... У него практически нет побочек, кстати Он очень мягкий препарат Я считаю, что если даже, возможно, какая-то теоретически побочка Которая может быть от приема одной таблетки раз в три недели Вот, то она незначительна по сравнению с тем С той побочкой, которая наступит у вас, если вы не выспитесь Потому что недосып это одно из самых пагубных действий Которое может влиять на ваш организм Это и нервная система, это и мозг, это и иммунитет Ну, это все функции системы организма То есть недосып это прям, ну, это то, без чего нужно жить То есть нужно всегда хорошо спать Стараться хорошо спать Поэтому в случае чего, я таблеточку там одну выпил Поэтому эта информация больше не к тому, что идите там купите аторакс Нет, это больше к тому, что сходите на всякий случай все-таки к врачу Если он будет прописывать там 50 миллиграммов, да, как мне перед сном И в течение всего дня Скажите, доктор, а может быть начнем с 25 и только перед сном Может быть этого будет достаточно Ну, как-то вот так вот Ну, и делюсь все-таки своим опытом, да Как я эту проблему решаю И в принципе вот эти вот штуки помогают мне хорошо спать Хорошо спать Когда-то бывает там какие-то срывы там, что-то перетренировался Но в целом, в целом неплохо, да То есть без них периодами было вообще невозможно Вот, в целом вот эти штуки помогают мне спать И если я там прям вообще не могу уснуть Да, я там аторакс там, ну, таблетку выпил там Раз в две в три недели, предположим И все там, и вырубился Да, и габу Габа вообще, вот, а Сказал по поводу того, что можно Нужно желательно курсами следить по поводу Магния Б6 Вот, по поводу габы И травок, их можно принимать постоянно Я габу уже года два, наверное, пью без перерыва Ну, у них вообще никаких нет побочек Это травки, это гамма-аминомасляная кислота Вообще побочек ноль И, в принципе, можно постоянно Но если, конечно, у вас нет каких-то индивидуальной переносимости Или противопоказаний То есть это вообще безобидные штуки Которые продаются без рецепта Поэтому вот так вот я решил свою проблему со сном Да, при тренировках И надеюсь, что мои рекомендации помогут решить эту проблему вам Долгий ролик получился Один из самых долгих, наверное, за последние месяцы На моем канале Ну, надеюсь, что был для вас полезен Вот, если здесь какие-то вопросы Задавайте в комментариях Постараюсь на них ответить Не на все, но на какие-то постараюсь Всем здоровья, ребят И хорошего, спокойного сна Всем пока